Денис Андреевич, здравствуйте. Добрый день. О бюджете вы знаете практически все, это ваш хлеб. Не могли бы дать оценку бюджету Хакассии как по доходам, так и расходам? На ваш взгляд, насколько он сбалансирован? Если по отношению к федеральному бюджету коммунистическая партия имеет целый ряд критических замечаний, то бюджет Хакассии это своего рода отдушина, потому что те успехи в пополнении доходной части, которые стали возможными благодаря усилиям и правительства республики, и главы, это вещь, конечно, уникальная. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что Хакассия здесь своего рода рекордсмен. Никто больше из регионов не может похвастаться увеличением бюджета более чем в два раза за последнее время. И, конечно, то, что это стало возможным благодаря огромной работе, проведенной в том числе в деле наведения порядка в налоговых поступлениях и от алюминиевой промышленности, налоги от которой увеличились в 7 раз, и угольной промышленности, поступления налогов от которой увеличились в 8 раз, ну и так далее. Это говорит о том, что здесь осуществляется очень грамотное государственное управление. Конечно, этот опыт заслуживает самого внимательного изучения для того, чтобы экстраполировать, применять его в других регионах. Если бы так работали в части увеличения бюджета многие наши соседи, то я думаю, что, в принципе, уровень благосостояния граждан, уровень жизни, качества жизни можно было бы существенно поднять даже в нынешней сложной обстановке. Я повторюсь, вы входите в Комитет Госдумы России по бюджету и налогам. Какие интересные, полезные инициативы вы сегодня в Комитете рассматриваете? Ну, сейчас главный, конечно, вопрос, который решается в части федерального бюджета, это преодоление той, ну, определенной финансовой дыры, которая возникла еще с начала года. Она связана и с, понятное дело, большими расходами, которые несет государство. Ну, и определенным снижением поступлений по доходной части. Вы знаете, есть целый ряд проблем с экспортом. Сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы расшить эту сложную ситуацию. Идут споры, достаточно активные, о том, как именно это сделать. Мы знаем традиционные подходы финансовых властей. Это, как правило, они посматривают в сторону девальвации национальной валюты и, значит, простого, так сказать, незатеевого секвестра, то есть сокращения определенной части расходов. Мы не очень одобряем такой подход. Мы считаем, что надо как раз-таки увеличивать доходную часть для того, чтобы справляться с определенной прорехой, которая сегодня возникла в государственной казне. Вот, опять же, не могу не обратить внимания на то, что Хакасия решила все эти вопросы не за счет того, что резала какие-то статьи, а за счет того, что увеличивала доходную часть. И в этом же отношении стоит подумать и федеральным властям. Благо, что резервы и возможности на самом деле есть. Уже давно целый ряд фракций и нашей партии, и другие выступают с предложениями о введении прогрессивного налога на доходы богатых, о пересмотре политики в области обращения с табачными, спиртоводочными производствами, ну и целый ряд других мер. Если бы они были внедрены, я думаю, что все проблемы с увеличивающимся временем расходов государственного бюджета были бы решены в кратчайшие сроки и даже еще сверху бы осталось для наращивания, например, социальных статей. Поэтому сейчас идут жаркие споры. Посмотрим, во что это выльется во второй половине года. Вопрос о скандальной регистрации кандидата на должность главы Хакасии господина Грудинина. ЦИК его зарегистрировал, ЦИК России я имею в виду. Но ряд членов избиркома Хакасии считают, что Грудинин предоставил фальсифицированные документы. Что думаете на этот счет? Действительно, есть информация о том, что с документами, мягко говоря, не все благополучно. Что при подаче документов на регистрацию часть из них просто была подписана даже не тем лицом, в интересах которого они предоставлялись. На самом деле, вот эта документальная формальная часть, она, безусловно, важна с юридической точки зрения. Потому что, если уж даже с точки зрения реализации политических технологий, лучшие друзья, так сказать, в кавычках, занимаются тем, что даже не могут нормально организовать подачу документов, но это лишь говорит об их качестве работы, об их подходе. Но важно здесь еще и то, что мы в очередной раз сталкиваемся, ну, по всей видимости, это очевидно бросается в глаза, с уже давно избитой грязной политической технологией, связанной с созданием спойлеров и двойников. Мы с этим постоянно сталкиваемся практически на любых выборах, любого уровня. Двойников, людей с похожими фамилиями, людей с идентичными фамилиями, а иногда бывает, что и имя, там, или отчество совпадает даже. В свое время у нас выдвигался уже Грудинин на выборах президента, получил достаточно широкую поддержку. Ну, вот здесь нашли человека с аналогичной фамилией, да, двигают его на выборы, двигают, понятное дело, с какой целью, для того, чтобы создать помеху на выборах, так сказать, для продвижения кандидата от коммунистов, действующего главы республики, Валентина Олеговича Коновалова. Очевидно, что таких людей выдвигают на выборы, вот этих спойлеров, не для того, чтобы они победили. У них задача лишь создать помеху, откусить несколько процентов от электорального результата, воспользовавшись такой политической наивностью, может быть, невнимательностью части избирателей. Кстати говоря, Центр Избирком, который по какой-то причине не согласился с региональным избиркомом и, так сказать, занялся процессом восстановления вот этого деятеля, этого спойлера, этого двойника, если хотите, на выборах, Центр Избирком, который возглавляет Элла Памфилова, между прочим, неоднократно давал негативные оценки применению этой технологии, так сказать, тряс кулачком, говорили, что нет, так делать нельзя, это непорядочно, некрасиво, бесчестно, это технологии из 90-х, вот, но, тем не менее, получается, что разговор один, а дело совсем другое, что на словах они вроде как против, а на деле потворствуют и помогают даже применению вот таких технологий обмана избирателей. Я убежден, что жители республики Хакасия проявят политическую сознательность, проявят понимание ситуации и не позволят себя запутать. Денис Андреевич, в 2007 году вы в возрасте 20 лет вступили в КПРФ. Почему КПРФ, а не Единая Россия? Ну, на самом деле, мое взаимодействие с КПРФ началось даже несколько раньше, собственно, уже, как только мне исполнилось 18 лет, я обратился в молодежную организацию при КПРФ, в Комсомол, и пару лет перед этим еще мы с Комсомолом довольно активно работали, даже после вступления в партию еще некоторое время я тоже активно действовал в Комсомоле. Ну, понимаете, я еще в школьные годы начал формироваться как человек левых убеждений, мне близки идеи социальной справедливости, мне всегда были интересны истории, общество знания, и как-то на определенном этапе в мои руки попала марксистская литература. Первая книга, которую я прочитал, в этом смысле, это была «Диалектика природы», которую написал Фридрих Энгельс, потом некоторые другие труды, и постепенно сформировалось определенное мировоззрение, убеждение, пришло просто понимание, что преобразование общества, выход на более высокий этап развития, преодоление тех ограничений, которые накладывает на развитие человечества капитализм, это очень долгая, упорная, чрезвычайно трудная и, прямо скажу, не всегда благодарная работа, но, тем не менее, ее нужно делать, если мы хотим блага и прогресса. Поэтому идем вперед уверенно и верим в лучшее. Денис Андреевич, огромное спасибо, что пришли в студию РТС. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго.